Добрый вечер, мои уважаемые зрители и видеозрители. Добро пожаловать на мой канал. У меня сегодня к вам вопрос такой возник. Я надеюсь, что люди смотрят не только с одной стороны, а с многих стран. Вот сегодня пару дней назад смотрят по интернету берет в Россию. Хотел рискнуть поехать на поезде, посмотреть сколько будет стоить. Выезд 30 числа и возврат 4 июня. В общем, смотрю, сколько стоит берет на поезд. Париж, Москва. Туда и обратно 677 евро. Почти два дня ехать. Надо будет в поезде еще есть. Если в ресторан ходить, это еще там, наверное, евро 200. Ну, в общем, говорим, берет стоит 677 евро. Это самый дешевый. Почти что общий вагон. Так посмотрел, думаю, да. А Франции в последнее время береты на поезд стали катастрофически дорого стоить. Берет на поезд, допустим, Марсель, Амстердам. На эту цену я могу купить берет на самолет дешевле даже. И слетать в Париж, Нью-Йорк, туда и обратно. В общем, 677 евро на поезде до Москвы. Туда и обратно. Потом пошел посмотреть, сколько будет стоить билет на самолет. С пересадками. Вот. 190 евро. Париж, Москва. Туда и обратно. Ну, пересадки там. 28 часов полета через 10 стран. Потом решил посмотреть, сколько будет стоить прямой вылет. 419 евро. Самый дорогой. Париж, Москва. Туда и обратно. Я хочу знать. В ваших странах тоже железнодорожники так цены загибают. Я просто поражаюсь. Все происходит. Или это во Франции. Я просто так, для любопытства хочу знать. Во Франции железнодорожники с ума сошли. Или это уже мировая тенденция такая. Я так думаю, что наступит в один день момент такой, когда уже надо будет просто летать на самолете, а железнодорожники пускай там загибаются с их ценами. Так что оставляйте ваши комментарии. Пишите, с какой стороны вы пишете. Если у вас тоже такая тенденция наблюдается, что самолет дешевле почти в два раза, чем поезд, то оставляйте комментарии, пишите. Я просто нахожу эту ситуацию неприемлемой. Никакой логики в этом нет. Поразительно просто. Доброго вечера.